Бог нас от гибели спас. Слава нашему Господу! Бог возлюбил нас, когда мы еще были грешниками. Бог привлек нас. И Бог говорит, чтобы мы любили друг друга, потому что нас возлюбил Бог. Всякий, рожденный от Бога, любит Бога. Всякий, рожденный от Бога, любит рожденных от Бога. Поэтому благослови нас, Господь! Всегда радоваться и благодарить Его за это спасение, которое Он совершил для нас, чтобы мы жили, служили Ему и прославляли Его Святое Имя. Я напомню, знакомое нам место, это будет послание к филиппийцам с 3 главы 7 стиха и ниже. Это говорит апостол Павел. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я подчел счетою. Да и все почитаю счетою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которую от закона, но стою, которая через веру во Христа с праведностью от Бога по вере». Апостол Павел сказал такие слова, что ради познания Иисуса Христа он все почитает за ссор. Скажем, Иисус Христос, я еще прочитаю свое время, сказал такие слова, это записанные в Евангелии от Иоанна 8 глава с 31 стиха. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Христос говорил о том, что нужно познание истины для того, чтобы быть свободным. Я прочитал, апостол Павел говорит, что он говорит за себя, что он все почитает за ссор, почитает щитою, ради превосходства познания Иисуса Христа. Я бы хотел, чтобы мы, каждый из вас, и я, посмотрели в свое сердце. Как обстоит это в нашей жизни? Можем ли мы сказать, что я тоже почитаю все за ссор ради познания Иисуса Христа? А дальше он говорит, ради Него я от всего отказался, «Для Него я от всего отказался, и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа. Для Него я от всего отказался». Скажем, мы прожили неделю, давайте посмотрим в нашей жизни, как оно проходит в нашей жизни. За неделю, когда мы делали выбор, отказывались мы от чего-то ради познания, ради превосходства познания Иисуса Христа, или для того, чтобы благодать Божия могла быть в нас, Дух Святой мог его пребывать в нас, как в нашей жизни. Или мы живем в этом мире, время хорошее, время благоприятное, у нас есть все необходимое, и мы не имеем нужды в познании, мы не имеем нужды в том, чтобы пребывать в Нем. Отказываемся мы от чего? Скажем, и сегодня с утра тоже напоминалось о том, что Бог принес нам и оставил Слово Свое, Слово Жизни, Слово Веры, Слово Спасения. И насколько мы с вами пребываем в Нем, вникаем в Него, скажем, ну, если за не последнюю неделю, может быть, за месяц последний, посмотреть в своей жизни, посмотреть, что мы, от чего мы отказываемся, и что мы находим, что мы приобретаем. Христос говорил, что если вы со мной не собираете, то вы расточаете в нашей жизни, куда идет наше направление жизни. Да, мы должны жить, мы должны работать, мы должны любить друг друга. А вот Христос говорит, как это для познания Иисуса Христа, для того, чтобы пребывать в Нем, в нашей жизни. Скажем, апостол Петр говорил такие слова, они тоже нам знакомы, это будет вторая глава, говорится так, «Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Скажем, здесь тоже говорится о том, что нам с вами нужно питаться, питаться Словом Божьим. для того, чтобы возрасти во спасение. Здесь снова он говорит, что что-то надо отложить. Если человек наполнен вот этим, чем я раньше прочитал, всякого рода злобою, то он не будет нуждаться, он не будет питаться этим Словом Божьим. Потому что то, что внутри его, скажем, Слово Божие говорит, блаженные слышавшие Слово Божие и блаженные исполняющие. Человек только узнал это хорошо, но Бог для чего нас призвал? Для того, чтобы мы слышали, научались, чтобы приходило видение и познание, и мы могли исполнять это в своей жизни. Здесь он говорит, отвергнуть надо плохое, то, что есть. Он говорит, что это надо убрать, отвергнуть, а вот полюбить это чистое словесное молоко. И получается, мы с вами в своей жизни тоже замечаем, когда мы пребываем в Слове, когда мы читаем, вникаем, то приходит вера, приходит утешение, приходит радость. А если у нас нет на это время, то, конечно, приходит переживание, возможно, страх, неуверенность, сомнения приходят. Почему? Потому что нужно питаться. Здесь не напрасно сравнится, как новорожденные младенцы. Им нужно молоко. Им можно дать просто воду, можно дать пепси, можно чего-то еще, но это не заменит, это не будет то. Новорожденному малышу нужно молоко. И он будет кричать, возмущаться всеми способами, добиваться для того, чтобы его покормили. И мы это прекрасно понимаем. И здесь говорится о том, чтобы возрасти во спасение, нужно полюбить Слово Божие. Когда мы питаемся, тогда мы растем. И Бог нас к этому призвал. Но от чего-то нам нужно отказаться. Павел говорит, что все, что я почитал, все, что было преимуществом, то ради познания я почитаю это за ссор. Он отказался. Он говорит, что от всего я отказался, чтобы пребывать в нем. И это благословение нам в жизни, если мы поступаем так же само. Скажем, если мы с вами вспомним притчу о Сеятеле, то там говорится так. Это записано от Луки 8 главы. В главе написано так. Я прочитаю с 14 стиха. А упавшие в тернии это те, которые слушают Слово, но отходя заботами, богатством, наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. В данном случае говорится о том, что люди услышали Слово спасения, Слово веры, Слово надежды, но заботы, но эта жизнь, она подавляет, наслаждения житейские, они подавляют это Слово, и оно не приносит плода. Человек слышал, да, он присутствовал, да, он был, да, он знает, но человек занят этой жизнью, человек сделал выбор, он что-то отвергнул, а что-то принял в свою жизнь. Скажем, в притчах говорится так, что глядя на жизнь юношу, на поступки юноши, можно сказать о дальнейшей его жизни, о его дальнейших выборах. Получается, если мы с вами питаемся правильно, если мы подходим правильно и делаем это правильно, то потом продолжение жизни, оно приходит. Скажем, если человек неправильно питается, и если человек вообще перестает питаться, то, конечно, человек теряет веру, надежду и упование. Здесь говорится, что это подавляет этого человека, подавляет его, он уже, человек не может справиться, не может поступать правильно, правильно верить, надеяться, уповать. Почему? Потому что он не отверг, то, что он должен был сделать. Да, Библия нас учит, мы должны заботиться о своих семьях, о своих домах, мы должны работать, это все стоит на своем месте. Но если человек переходит границу, если человек начинает в жизни жить для себя, а не для Христа, получается, Христос нас спас, умер за нас, пострадал, купил нас свою собственность, чтобы мы были его храмом, чтобы мы были этими глиняными сосудами, в которых являлась слава Божия, сила Божия. Бог просветил, мы не лучше этих людей, которые окружают нас, живут в грехах, беззакониях, не зная Бога. Бог призвал нас, и Бог хочет, чтобы мы жили для Него. Скажем, ну, давайте посмотрим на нашу жизнь. Мы говорим, Господи, я весь Тебе принадлежу, но я живу для себя. Да, Господь, Ты нужен, но Ты нужен для того, чтобы мне эти заботы житейские, чтобы мне как-то их решить, сделать. Мне, Господи, нужна Твоя охранная защита. Я хочу наслаждаться в этой жизни, жить свободно, жить для себя. Да, я Тебе принадлежу, но Ты благослови меня, чтобы мне было хорошо жить для себя. И получается, человек таким образом уклоняется от истины. Человек уклоняется, он уже что-то отверг, и он отвергает Слово Божие, он отвергает питание, он отвергает истину, и начинает больше преуспевать в этой жизни для себя, для своей семьи и тому подобное. Но проходя потом время, человек начинает замечать, что в жизни что-то не так. Он думал, что будет всегда радостно, хорошо, весело, будут удовольствия. А проходит время, оказывается, приходит разочарование, приходит беда, приходит то, чего он не ожидал. Он думал, что будет так, все хорошо. Но Христос спас, чтобы мы для Него жили, Ему служили, Его прославляли. Вы помните, когда Бог сказал Саулу, пойди, порази этот народ, и все будет под проклятием? Он пошел совершать эту большую победу, и там в Первом Царстве написано, когда он возвращался, пророк вышел ему навстречу, и он говорит пророку, благословен ты у Господа, «Я исполнил Слово Господа». Царь, когда он не выполнил, не сделал то, что сказал ему Бог через пророка, он встречает и говорит, до этого он уже поставил себе памятник, большая победа, много богатства набрал, вернулся и говорит такие слова, пророку благословен ты, а я, я исполнил Слово Господа. Человек, имеющий власть, силу, царь. Да, обстоятельства жизни у нас бывают, когда мы подвластны обстоятельствам, или где мы находимся на работах, и то Бог нам дал право, то, что мы делаем, то, что мы говорим, что мы делали правильно, благоговея перед Богом, Его слушались, Его заповеди исполняли, то, что относится к нам в нашей жизни. Скажем, это человек не сделал. Пророк говорит, а что я слышу, бление животных, что это? А царь говорил, это Бог сказал, что все заклятое. А царь говорит, это народ лучшее взял, если правильно говорить, лучшее взял с проклятого для приношения твоему же Богу. Ты меня послал, твой Бог меня послал, и вот мы так взяли и сделали. Человек, ну, знающий Бога, но человек лукаво стал поступать, он не исполнил Слово Божие, он не выполнил, он лучшее с этого греховного взял себе то же самое в нашей жизни, как мы живем. Мы понимаем, мы живем среди этого греховного, разратного мира, мы живем с этого мира, который живет для себя, все условия, все развлечения, все для того, чтобы живи и радуйся в этом мире без Бога. Но мы живем с Богом, мы живем во Христе Иисусе, перед Богом. Бог открыл нас, просветил, мы вкусили, мы познали, что Бог благ, что Он любит нас. И Павел говорит, что я отказался, что это мирское, это все, что можно чем хвалиться, я почитаю засор, как оно в нашей жизни. Скажем, если мы с вами считаем себя сосудами, глинными сосудами перед Богом, но Бог просветил нас, Бог спас, Бог оправдал, Бог осветил все доброе, что Бог в сосуд наш влил, все способности, мудрость, силу, здоровье, которые Бог нам дает, как мы? Хвалимся мы нашим Господом или мы хвалимся своим Я? Я такой, я такой, я такой, у меня лучше, у меня лучше, я такой перед Богом. Если мы почитаем все засор, все, что в этом мире, если мы живем для Христа, то мы хвалимся Христовым. Псалма говорит, одни конями, колесницами, а мы именем Господа, где мы с вами находимся. Да, в этом мире мы живем, да, мы понимаем, что заботы житейские, они никогда не кончатся. Развлечения, они никогда не кончатся. Это такие горизонты, ну, скажем, люди смотрят, как горизонт, видят, идут, идут, и никогда не доходят. Сколько человеку не давай, нам всегда все мало. Хочется лучшего. Это не проблема. Это нормально все в жизни. Но что мы отвергаем? Где мы берем преимущества? Куда мы направляем свое сердце? Куда мы больше, в чем мы больше упражняемся? Познаем мы Иисуса Христа, познаем, чтобы пребывать в Нем, чтобы Его благодать пребывала в наших сердцах. Потому что решение нашего сердца, во внутренности нашей, мы делаем эти выборы и решения, а потом мы смотрим, почему благодать Божия не действует, почему-то что-то еще происходит. А нужно искать Господа, нужно идти к Богу, нужно в сердце принимать правильные решения. Скажем, вот написано следующее, упавшее на добрую землю, это те, которые, услышав Слово, хранят Его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении, которые хранят Его в добром и чистом сердце. Если мы с вами вспомнили Даниила, то написано так за Даниила, Даниил положил в сердце своем не скверняться яствами со стола царского и вином, которое пьет царь. И потому просил начальника Евнухова о том, чтобы не скверняться ему. Христос говорит, люди, которые доброе почво услышали, они в сердце, в своем добром сердце сложили это слово для того, чтобы сохранить его в терпении. Даниил положил в сердце своем, чтобы не скверняться. И даже он просил этого начальника, что помоги мне в этом, сделай, мы знаем эту хорошую историю. Он что-то от чего-то отказался. Да, это был, по-нашему, этот наш мир, это благоденствие, это устройство, это изобилие, это роскошь этой страны. Ну, есть куда направить свое сердце, куда пойти, чем заняться, чем развлекаться, но где будет благодать Божия, где будут благословения Божия. Еще об одном хочу напомнить, это к Ефесянам. Мы тоже это место знаем. Написано так, «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие, со всякую злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг как другу, добры, сосредательные, прощайте друг друга, как и Бог во кресте прощал». Простил вас, нас простил. Здесь Он говорит тоже, есть то, что оскверняет Святой Дух. И в нашей жизни мы делаем эти выборы. В нашей жизни мы делаем, или Он будет оскорблен, или нет. Он пребывает в нас. Мы запечатлены Святым Духом. Мы избраны, чтобы быть храмами Святого Духа. И здесь говорится о том, что мы дела плоти, мы должны отвергнуть своей жизни, да, мы были младенцами, да, мы и должны возрастать, да, должно приходить познание, и придет радость, придет благословение, придет утешение. Мы понимаем с вами, что счастье не в этой жизни. Да, это хорошо. Библия говорит, счастье в Боге, счастье в общении. И мы с вами не раз переживали, что-то имея или ничего не имея, или даже находясь в трудных обстоятельствах, но внутри у нас был мир, был покой, была радость, потому что было общение. Дух Святой наполнял нас, животворил нас. Мы радовались. Мы читали Слово Божие. Приходило ведение, откровение, или познание, или утешение. И мы в этом радовались, потому что мы к этому призваны. Мы переживали. Но тогда мы делали правильные выборы. Тогда все, что было от этого мира преимуществом, мы от Него устранялись, мы от Него уходили. Если что-то у нас было, и мы принадлежим Христу, то мы все, я имею в виду, что приносили. Это Бог нас даровал. Бог давал мудрости правильно управлять, правильно направлять, правильно поступать перед Богом, потому что мы здесь временные, а мы стремимся к вечной жизни. И Бог призывает нас и желает благословить нас, утвердить нас в истине. Бог любит каждого из нас. Бог хочет, чтобы каждый из нас, каждый, кто слушает, Он мог быть спасен. Он имел радость и утешение, живя и в этой стране, живя в любой стране, где человек находится. Счастье во Христе, счастье в познании, счастье, когда человек живет, и он отвергает. Мы с вами, приехавшие с Союза, мы знаем, что были люди начальники, начальник там завода, но после этого, как он уверовал, он стал дворником на этом заводе. Скажем, другие люди, которые уверовали, были и врачи, и другие, которые теряли свои работы, но они нашли счастье. Они поняли, что им дали выбор, или ты служишь Богу, или ты теряешь работу, теряешь карьеру. И люди оставляли, они понимали, счастье в Боге. Счастье в том, чтобы сердце имело это общение, чтобы Дух Святой в нем пребывал, в этом радость, в этом утешение. Да, в жизни, если есть лучший выбор и служить Богу, так написано, что если ты раб, и есть возможность освободиться, освобождайся, живи и радуйся, служи Богу. И мы живем в этой стране. Будем молиться о том, чтобы Бог благословил нас, детей наши, молодежь нашу, делать правильные выборы, чтобы мы могли отказываться от того, в чем не прославляется Бог. То, что преимущество в этом мире, мы с вами братья и сестры. Вот мы понимаем, такие, как мы есть на самом деле сейчас. На небе ж такие мы все с вами не будем. Во-первых, со Христом, когда мы имеем общение, то приходит обновление в дух, душу, тело. Мы меняемся, мы сокрушаемся, мы понимаем, Господи, вот ты посетил, ты наполнил меня, а я вот здесь неправильно поступаю, я вот здесь неправильно говорю, я здесь неправильно мыслю. И человеку приходит обновление. И Бог таких людей будет все забирать. Если люди живут на земле, ссорятся между собой, как они будут вместе на небе? Кто из них туда попадет? Если человек здесь живет, и вот я прочитал, если человек живет заботами житейскими, наслаждениями житейскими, да, он верит Богу, он даже молится, Господи, благослови и сохрани. Но человек живет ради этих развлечений. Там его удовольствие, там его жизнь, там его сердце. Как Бог может взять такого человека? Поэтому будем молиться, чтобы Бог животворил нас Духом Святым, чтобы, живя в этом благоденстве, в котором мы с вами еще живем, мы могли радоваться в Боге. Мы могли быть этими сосудами, которые Дух Святой наполнял, и имя Иисуса Христа прославлялось. Будет день, когда мы все с вами перейдем к Господу, но нужно перейти обновленными от Святого Духа. Нужно иметь это ведение, познание. Нужно, чтобы Он животворил нами, управлял нами, преобразование ума. Мы видим, Библия говорит о том, что многие события будут происходить, меняться в этом мире, в котором мы живем. Так говорит Слово Божие. А Бог говорит, в это время, что вы делаете? Поднимите очи ваши. Приближается избавление. На это нужно иметь веру. На это нужно иметь чистое сердце, живую веру для того, чтобы в трудное время взирать на Господа, уповать, доверять Ему, и от Него придет помощь, защита. Разницы нет, в каких мы можем оказаться обстоятельствах. Мы верим в живого всемогущего Бога. У Него сила и власть. Бог верен Своему Слову, и Он сохранит. Мы читаем это в Библии. Мы с вами переживали это в нашей жизни. Казалось, что окружающая обстановка вся против нас. Нет избавления, нет защиты, но приходит милость от Бога, приходят перемены, действует сила Святого Духа. Мы видим, Бог применяет врагов, Бог меняет обстоятельства, Бог выводит своих избранных. И для этого Бог избрал нас, чтобы мы могли возвещать о чудных делах Его, которые Он являет в нашей жизни, и молодежь наша, чтобы они тоже имели познание. Живя в этой стране, они выросли в этой стране. Мы видим, этот мир хочет, чтобы в церкви был этот мир. Были те же принципы, были те же достижения, были те же желания. Это хочет враг Дух человеческий. А Бог говорит, нет, Бог положил границу между тьмой и светом. Бог говорит, те, которые во свете, они идут ко Мне. А человек, который делает тьму, почему? Дела его такие. Он не хочет идти к свету, не хочет идти к Богу. А нас Бог призвал для благословения. Поэтому Бог дарует нам эту возможность вновь вместе собираться, вместе молиться, для того, чтобы благодать Божия, она изливалась на всех нас, и мы могли в радости прославлять Его имя. Поэтому склонимся, прославим нашего Господа за любовь, и будем делать правильные решения в нашей жизни. Аминь. 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 Аминь.